Все мы привыкли к тому, что бойцы падают в нокаут от ударов в голову, но мало кто понимает, насколько могут быть жесткими и опасными удары по ногам. Приветствую вас, железные голени цапли, с вами Федорович, а в этом видео мы полюбуемся на жесточайшие лоу-кики, после которых продолжать бой уже было невозможно. Когда в ринге встречаются две легенды, всегда возникает дилемма, за кого болеть, прямо как в бою Эрнеста Хуста против Мирка Филипповича, где встретился смертельный хайкик с костедробящим лоу-киком. Но в данном поединке идеальная работа Хуста лоу-киками из любых ситуаций принесла свой результат и досрочную победу. Вайн Тернер в поединке против Сатоши Хонмы выглядел как настоящий мать его танкпо из кикбоксера. Только вот наверное в Японии этот фильм не показывали и Сатоши не знал, что нужно бояться. Вместо этого он сам использовал лоу-кик, которым можно ломать бетонные столбы, и четко довел бедро Тернера до кровавого красного цвета. Несмотря на огромную стойкость американца, есть вещи, которые стерпеть невозможно, и отбитое бедро входит в их число, поэтому Хонма планомерно довел дело до нокаута. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К-1 Гран-при 1996 года. В ринге сошлись мощный Майк Бернардо против легендарного Энди Хуга. Конечно, все ждали от Энди красивого боя, и нужно сказать, что дождались. План на бой у голубоглазого самурая был простой и четкий. Не входить в обмен руками, с гориллообразным майком, а отсушить ему ноги с дистанции. И как показал бой, это было правильным решением. А кровавой вишенкой на торте стал нестандартный спиннинг-кик по бедру, а не по корпусу, как это обычно бывает. В поединке с Атаке против Хейса на Гран-при К-1 в 1993 году японец с первых секунд боя начал пристреливать свой лоу-кик по ляжке американца. И, казалось бы, не особо сильные удары, которые тот поначалу легко держал, имеют очень неприятное свойство накапливаться, и каждый следующий становится все болезнее. Что в итоге и принесло победу с Атаке. Кит Ликенц против Мусаши на К-1 Гран-при сделал очень нехорошую вещь. Попросил добавки, когда его уже накормили. За что поплатился и вызвал у публики неоднозначные эмоции, когда пытался встать. В 1996 году на К-1 Херкулес состоялся долгожданный для многих фанов поединок между двумя топовыми кикерами – Эрнеста Хустом и Рэйм Сефу. Все зрители смогли насладиться феноменальной способностью Хуста пробивать лоу-кик после клинча. Учитывая то, что Сефу с удовольствием сокращал дистанцию и делал акцент на руки, Эрнеста очень здорово выходил с клинча, пробивая лоу-кик, закончив бой в начале четвертого раунда. Но то, сколько выдержал Рэй, требует особого уважения. На К-1 USA зрители смогли испытать настоящий восторг от работы Энди Хуга с Майком Лабре. Нам всем известно мастерство Энди и его разнообразная работа ногами. Но в этом бою он удивил не только Лабре, но и всех зрителей своей вертушкой в бедро, которая в сочетании с регулярными лоу-киками по опорной ноге дала отличный результат. А Майк выглядел как новичок в кровожадных лапах мастера. Любимое противостояние стилей зрителям довелось увидеть в ринге между Томасом Кучержевски, который представлял Кюйкушин, и Жан-Клодом Лоэром из Муай-Тай. И несмотря на то, что в Кюйкушине также лоу-кики основное оружие, в этот раз тайский лоу одержал верх. 1998 год. K1 Opening Ground. Энди Хук против Майка Рассела. Красивый бой, в котором Хук продемонстрировал, как нужно заканчивать комбо руками, конечно же, жестким лоу-киком. Но обратите внимание, что Энди взял за цель не переднюю ногу Майка, как это обычно бывает, а все удары бросал по опорной задней ноге, что привело к нокауту уже во втором раунде. Иногда один жесткий лоу-кик может поставить точку в бою, прямо как это получилось у Рика Руфуса, пробив внутренний лоу Франциско Филье. Школа Кюкушина известна своей жесткостью и большим количеством ударов, лоу-киками в том числе. И Жан Ривере в бою против Фреда Флойда продемонстрировал в полной мере, как можно перебить даже слонячие ляжки. Не всегда тело может поддержать храброе сердце. Так же произошло в поединке Роба Каммана против Лавеля Робинсона на Гран-при Франции. Камман работал лоу-киками от контратаки, что не позволяло Робинсону перекрываться и очень быстро отсушил ногу. Лавель проявлял огромную силу воли и поднимался, но каждый удар снова ложил его на канвас. Чаще всего в поединках приносят победы базовые связки, которые все знают, но поделать ничего не могут. Так же подумал Стэн Лангенидис и, начиная с левой руки, просто уничтожал правым лоу-киком левую ногу на буаки Кокуды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, вы умеете бить лоу-кик или только получать. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Соответственно, вот так. Два... 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 Два...